В Ненецком автономном округе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности. Ограничительные меры касаются заведений общественного питания, которые закрыты для посещения с 23 часов до 6 часов утра. Изменились условия работы ЗАГСа. На торжественной церемонии бракосочетания могут присутствовать только молодожены и регистратор. По-прежнему в округе действует так называемый пропускной режим. Прибывающим в Наринмар из других регионов, в том числе и местным жителям, необходимо предоставить либо справку об отсутствии заболевания, либо идти на двухнедельную самоизоляцию за свой счет. В общественных местах и на транспорте действует масочный режим. Пациенты с диагнозом COVID-19, получающие лечение амбулаторно, могут рассчитывать на бесплатные лекарства. На эти цели региона из федерального бюджета выделено 1 миллион 700 тысяч рублей. При этом пациенту не нужно выходить из дома. При обращении в поликлинику участковый врач при наличии симптомов коронавируса возьмет у заболевшего на дому мазок на ПЦР-анализ. При положительном результате во второе посещение принесет бесплатные медикаменты. На заседание оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции принято решение временно приостановить работу в бассейнах в детских садах округа. Ограничения направлены в том числе и на профилактику распространения ОРВИ. Также решением оперативного штаба сняты ограничительные мероприятия на территории Южно-Шапкинского нефтяного месторождения. Очаг заболевания коронавирусной инфекцией на промысле ликвидирован. Наблюдение за контактными и больными вахтовиками завершено 15 ноября. Все они были обследованы лабораторно. Результаты тестов отрицательные. Напомним, в Денинском округе работает горячая линия, позвонив на номер которой можно узнать всю необходимую информацию и получить консультацию по вопросам, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией в регионе. За неделю на горячую линию поступило около 200 звонков. Номера единой горячей линии вы сейчас видите на своих экранах. Звонок бесплатный как с городских, так и с мобильных телефонов. Северная транспортная компания перешла на межнавигационное расписание. До следующего лета перевозить пассажиров будут суда на воздушной подушке Василий Самойлов и Полярник. Регулярные рейсы в населенные пункты округа возобновятся в первой половине декабря. Сейчас это сделать невозможно из-за многочисленных торосов на реке Печора. Исключение составляет лишь село Тельвиско. Судно на воздушной подушке ходит в этот населенный пункт с 13 ноября. В этом году выполнять регулярные рейсы в село Тельвиско в межсезонье транспортная компания начала с большим опозданием из-за теплых погодных условий. Отсутствие регулярных перевозок вызвало недовольство у жителей села. Редостав на реке Печора в связи с частыми отцепелями образовывался очень долго. И к настоящему времени до конца не сформировался. Но на воздушной подушке до Тельвиски обратно уже добраться можно. Правда, при подходящих погодных условиях. При сильном ветре рейсы не выполняются. Чтобы улучшить транспортное сообщение в межневагационный период, Заполярный район приобретет в 2021 году аэролодку на 16 мест. Технические характеристики такой лодки позволяют передвигаться по реке в межсезонье. В 2021 году выпускники школ Ненинского округа будут сдавать ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. Такая форма экзамена позволит продемонстрировать практические навыки использования различного программного обеспечения и языков программирования. 19 ноября на базе средних школ номер 1 и номер 5 для 11-ти классников прошел тренировочный экзамен. В тренировочном экзамене приняли участие более 20 выпускников общеобразовательных школ, планирующих сдачу ЕГЭ по информатике в 2021 году. На экзамене выпускникам предоставили компьютеры с установленными редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами, средами программирования. Право выбора инструмента воспользоваться редактором электронных таблиц или языком программирования остается за участником, при этом доступ в интернет запрещен. Тренировочный экзамен позволит выпускникам познакомиться с принципами сдачи ЕГЭ на компьютере. В экзаменационных материалах компьютерного экзамена представлено 27 заданий. 9 из них направлены на проверку практических умений. Немаловажным новшеством такой модели ЕГЭ станет и то, что экзаменационные материалы будут доставлены в пункт проведения экзаменов по интернету. Ранее экзаменационные материалы доставлялись в аудитории, на дисках, после задания печатались на бумажных бланках. Систему налогообложения ждут изменения. С 1 января 2021 года будет отменен единый налог на вмененный доход, поэтому всем предпринимателям необходимо до конца декабря выбрать новую систему налогообложения. Если же предприниматель этого не сделает, то с 1 января он будет автоматически переведен на общую систему налогообложения, а это дополнительные расходы на уплату налогов и отчетность. Как показала практика, для небольших предпринимателей данный налоговый режим не подходит. В связи с чем региональный Центр развития бизнеса рекомендует предпринимателям обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о переходе на новую систему налогообложения. Информация о доступных режимах размещена в группе Центра развития бизнеса в социальной сети ВКонтакте. Проконсультироваться о переходе на другую систему налогообложения можно по телефону Центра развития бизнеса, который вы видите сейчас на своих экранах. В Ниинском округе начался прием заявлений на предоставление бесплатных путевок мать и дитя в 2021 году. По 20 декабря жители региона смогут подать заявления и документы на предоставление бесплатных путевок для оздоровления детей в санаторно-курортных организациях, находящихся за пределами региона. Традиционно по путевке мать и дитя на оздоровление направляют детей с 4 до 12 лет, имеющих третью группу здоровья, и детей с 4 до 15 лет с 4 и 5 группами здоровья, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении. Поездка в санаторий предусматривает сопровождение взрослого. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник, бабушка или дедушка. Путевка предоставляется как на ребенка, так и на сопровождающего. Также до 20 декабря принимаются заявления на предоставление путевок на оздоровительный отдых для детей в составе организованных групп. На такую путевку имеют право дети в возрасте от 13 до 15 лет включительно, имеющие вторую или третью группы здоровья. Оздоровительные путевки предоставляются один раз в два года. Обязательные условия – среднедушевой доход семьи не более двукратной величины прожиточного минимума и наличие показаний к санаторно-курортному лечению. Подать заявление и документы можно в МФЦ и в отделении социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. Ненецкий автономный округ получает федеральные средства на организацию образовательных центров гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» и оснащение школ региона современным компьютерным оборудованием. О продолжении реализации проекта «Точка роста». Но уже в сельских школах региона стало известно на еженедельном расширенном совещании губернатора Ненецкого округа. Современная образовательная среда дает большие возможности для всестороннего развития личности и они должны быть доступны не только для городских школьников, но и для сельских детей. Создание «Точка роста» и модернизация компьютерных классов в школах Ненецкого округа реализуется в рамках региональных проектов «Современные школы» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. В 2021 году образовательные центры «Точка роста» появятся в Ненецкой средней школе имени Пырерки, школе поселка Красное и школе номер 2. В 2022 году в школах Неси и Усть-Кара, а также школе номер 4. В 2023 году в школах Харивера, Нижней Пеши и поселка Искателей. Административная комиссия Наринмара подвела итоги работы за 9 месяцев 2020 года. Самым распространенным правонарушением горожан, которые поступают на рассмотрение комиссии, является шум ночное время. За нарушение тишины и покоя в период с 10 часов вечера и до 6 утра составлено 140 административных протоколов на общую сумму штрафа в размере 85 тысяч рублей. Как пояснили в административной комиссии, чаще всего горожане нарушают требования законодательства о соблюдении тишины в ночное время в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые наринмарцы становятся постоянными посетителями заседаний комиссии из-за регулярных ночных вечеринок. Так, один мужчина за 9 месяцев получил штрафов на общую сумму в 15 тысяч рублей. Административная комиссия наринмара напоминает жителям города о том, что законом Ненецкого автономного округа об административных правонарушениях запрещается нарушение тишины и покоя граждан с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, в том числе установленной на транспортных средствах, объектах развлечений и торговли. Также в период с 22 часов и до 6 часов утра запрещается нарушать сон горожан пением, криком, свистом, игрой на музыкальных инструментах, ведением строительных и ремонтных работ, а также иными шумными действиями. В городе Наринмаре открылась выставка картин члена Союза художников России Олега Токмакова «Мой север». На выставке представлено более 40 работ. Основная их часть была написана в Ненецком округе, где начинался творческий путь художника. Среди работ есть портреты и пейзажи, выполненные разными материалами в разной технике. Это масло, акварель, темперу, уголь, карандаш. Выставку можно посетить до 16 января 2021 года по адресу город Наринмар, улица Победы, дом 5. Музей работает со вторника по пятницу с 10 до 18 часов, в субботу с 11 до 18. В воскресенье и понедельник экспозиции закрыты для посещения. В музее действует масочный режим, при входе посетителям измеряют температуру. Возрастное ограничение 6+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин